Она хозяйка, хочет замуж, и она такая вся прямо вот мякушка. Господи, полежал бы еще, прямо с телом-то хорошим. Она прямо хочет замуж, и вы ей очень понравились. Я Лариса Грузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня женихи Сергей, Валентин и еще один Сергей. А невеста у нас Татьяна. Татьяна, 57 лет. Долго терпела издевательства со стороны бывшего мужа. Но когда обрела финансовую независимость, оставила ему дом и сбежала в другой город. Женихи, я уверена, что здесь моя вторая половинка, с которой я проведу остаток жизни счастливо, весело, по-спортивному и любя друг друга. Татьяна в прошлом преподаватель анатомии и акушерства. Сейчас частный предприниматель в сфере продаж косметической продукции. Увлекается астрологией, занимается спортом, обожает целоваться и танцевать. Мой любимый, при встрече с тобой, я тебя крепко расцелую. Я тебя так крепко обниму и скажу, ты мое счастье. Для Татьяны важно, чтобы ее будущий избранник вел здоровый образ жизни, был сексуально активным и не имел вредных привычек. Здравствуйте, девушки в красном. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Прям все у вас красные, даже красные пакетики. Вы пришли с едой со своей? Дорогие мои ведущие, это вам подарочки. Какая прелесть. Мои любимые конфетки. И жидкость для снятия макияжа, устойчивой туши и помады. Чтобы всегда ваши реснички были пушистые, красивые. Да уже их нет, господи. Все будет после этой. Все нарощено, все приклеено. Я расскажу потом. Спасибо большое. Я вас очень люблю. Ой, какая интересная барышня. Но в красном это слишком. Да, у меня перед глазами все красное. Я вот думаю, как нужно было издеваться мужчине над женщиной, мужу над женой, чтобы она от него сбежала. И ведь прожили вы с ним ни много ни мало. 22 года я прожила со своим мужем-скорпионом, рожденным в год змеи. Я, конечно, сегодня ехала в поезде. Так, я как бы уже вычеркнула из жизни. Я 17 лет живу без него. И мне очень тяжело вот это все вспоминать. И поэтому я всю ночь плакала. Это было тяжело. Вот по вам незаметно. Если я, например, плачу вечером, а если ночью, утром я чистый фантомас. У меня отекает лицо, глаза. Я как, ну, в общем, урод. А вам прям на пользу все пошло. Сегодня я позанималась спортом. Походила после поезда. И привела себе в порядок. Голубые глаза. Очень интересно. Глаза неба. Когда я встретила своего мужа, я прям сразу влюбилась. Это моя первая любовь и единственная. Больше у меня мужчин не было. Не было любви. Когда я с ним встретилась, мы хоронили классного руководителя. Мы на кладбище с ним встретились глазами. И я просто в него влюбилась. И когда я с ним дружила, я знала, что он имеет вредные привычки. Потому что весь деканат встал на дыбы. Вредная привычка в смысле баб любит или выбить? Вредная привычка, что он... Или и то, и другое. И то, и другое. Любила, значит. Да, да. Как... Любовь помогала ей. Столько невозможно задержаться. Он сказал, я плохой потому, что у меня нет детей. У меня нет детей. И мне пришлось... Первая жена его бросила, потому что он был жесток. Не было детей, все надо мной смеются, что вот я такой красавчик. А вы родили ему? Да. Сколько? Я родила двоих детей. Прекрасно. И он сказал, если ты мне родишь, я никогда и в рот не возьму. Я буду идеальным мужем. И я поверила. Какая прелесть. Насколько его хватило? Со своими обещаниями. Насколько не хватило. Я жила со свекровью, свекором. И он очень поздно приезжал на машине. И свекровь всегда говорила, это ты, наверное, виновата. Ты, наверное, его не так любишь. И она всегда говорила, вот ты выбрал, ты такой красавец. Тебе надо было англичанку взять. Посмотри, какая она маленькая. А где вы жили в это время? Мы жили в пригороде. В пригороде, да. Где-нибудь Лондона, да? В районе, да. В пригороде Лондона, я так понимаю. Да. Он голубых кровей. Да. В сэр. В сэр. А вы такая девочка-чернавка, да? Попали в его семью или все было не так? В пригороде какого города вы жили? Курская область. Курская область. Да. А вы преподавали? Я преподавала, он тоже преподавал. В медицинском институте, да? Нет, в ветеринарном техникуме. И еще и в университете преподавала. То есть мы вместе работали. То есть такая местная интеллигенция. Да. Городок небольшой, все друг про друга все знают. Вы рожаете ему двоих детей, он должен был счастлив быть. Первая родила, все было очень плохо. Тяжело было, потому что он всегда очень много гулял. Приезжал утром, свекровь на меня это самое. Свекровь не выдержала, подарила нам дарственный дом, чтобы только вот не видеть вот этого ужаса. И тут я беременею, второй ребенок, свекровь, все просят меня не рожать, это же деспот, нельзя рожать. А я говорю, я очень хочу сыночка, чтобы был похож на меня. Потому что дочка похожа на папу. Я хотела сына. И сын, похож, копия на меня родился. Скажите, а муж хотел этого ребенка или тоже был в этой компании, который агитировал забор? Вы знаете, он же скорпион, и когда он третий, он всегда... Давайте так, еще расскажите, скорпион или кто-то, да? Сядьте по правую руку от меня. Хорошо. Пожалуйста, вы в этом ничего не смыслите, так же, как и я в скорпионах. Они там раком еще как-то встают на небе, поэтому мы ничего, кто с кем... Я так-то привыкла называть его скорпионище, поэтому так я говорю. Я привыкла. Вы родили. Второго ребенка рожали на страх и риск, хотя вам все в уши говорили, с этим идиотом, Таня, не живи. Ну просто не живи. Ты уже взрослая девочка, тебе хватило одного ребенка, пока беги, ты еще молодая, от него подальше, жизнь еще устроишь, а убегай. А вы рожаете второго. Да, я считала, что я очень некрасивая. Он всегда говорил, нос у тебя как у Буратино, ноги как у Штангийский, у тебя ничего нет. Ой, нос как Буратино, вот это вообще наша семейная история. Да, да. Он любил женщин с большими размерами. И он их мало того, что любил, он же привозил их в дом. Он и в дом, и рассказывал мне. Студенток своих, например, да? Ну, с кем он употреблял. Он говорит, вот сегодня я вот эту, вот эту. Он говорил, а что? А потом еще и при вас он их хватал за эти, за руки. Он говорил, но она же просит, а я ж мужчина, я же должен. Скажите, пожалуйста, Татьяна, это у вас приобретенно, это, ну, так сказать, защита ваша, что вы как лялечка, вот разговариваете, вот такая вот вся, как маленькая девочка. Это приобретенно или вы всегда такое более? Всегда писклявый голос. Такая инфантильная, да? Скажите мне, пожалуйста, вот он приводит студентку, он ее при вас, а вы как себя вели? Ребенок, где в это время ваш был? Да, все, это идет пьянка, потом он все это разбивает, нас выгоняет вместе. Вместе со студенткой? Да, но это не студентка, была взрослая женщина. Ну, хорошо, взрослая женщина. А вы за одним столом сидели с этой женщиной? Нет, я не пью спиртное. Ну, хорошо, ну, сидели, подавали, наверное, приносили, картошку жарили. Вы знаете, ну, такой жестокий человек, поэтому его все боялись, даже мужчины. Если он в таком состоянии, все просто убегали. Это страшное дело. Что вам помешало от него убежать? Вы же потом ложились с ним в постель. Да, утром я всегда, он приходил весь с соусами, я, если всегда подавала, вывестили бы там, как там его, пожалуйста. Он мне этот борщ на голову выливал всегда. Но утро он как с иголочки шел на работу, потому что вместе работали, он должен быть идеально, быть одет. Я все поняла, не дура. Вы не единственная в ваших таких историях. Я была очень ревнива, сперва скажу, была очень ревнива, очень. И тогда мне директор вызывает и говорит, Татьяна, послушай, мужчина это полигамные, полигамные, ну полигамные. Если ему изменить, он и в туалете изменит. Пожалуйста, больше не ревнуйте. Я перестала, я вычеркнула, я перестала ревновать. Да, наверное. Есть какая-то правда в ваших словах. Можно быть ревнивой, можно не быть ревнивой. Но чувство собственного достоинства терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Вы же это понимаете. Одно дело ваше догадки, а другое дело, когда он приводит в дом женщину непотребную, которая знает, куда идет, и позволяет себе при жене живой вот такие вольности. Почему не ушли от него? Некуда было? Мама, папа, подруга, снять что-нибудь. Почему вы терпели это? Мне 17 лет, и я не замужем, потому что вот такая любовь поглощающая у меня была. А, то есть вы его при этом любили, вам хватало его любви? Да, я любила. Он говорил, я говорю, Василий, ну как там имя можно называть, да? Конечно, даже нужно. Василий, я говорю, разве это самое? А он говорит тебе, а тебе что, мало секса? Тебе недостаточно? Я говорю, нет, достаточно. А он уже, наверное, целовался хорошо. Да, все хорошо, конечно. Вы же хотите, чтобы у вас это... Он был страстный мужчина, да, целовался, все замечательно. И когда трезво, я забывала о том, что он очень плохой. Я снова его любила. Вот давайте тогда сейчас в практике, да? Вот смотрите, вам 57 лет. Вы выглядите восхитительно. Можете ко мне подойти? Да. Бесплатно прям. Вы же педагог, не будете уставать. Просто встаньте. Вот я сейчас положу вам руку, да, погудите, встаньте вот так. Значит, начинаем первый шаг. Вы превращаетесь во взрослую женщину. Мои дети не пищали в три года. Я говорила, так, а теперь поставленным голосом. Вот погудите просто. Ниже опустите, вот сюда вот, чтобы я слышала. Нет. Опустите. Не умеешь. Как детей зовут? Моих? Да. Девочку как зовут? Ну, нельзя, например. Почему? Она не хочет. Ну, хорошо. Как, скажите, Маша. 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 Наташа. Наташа. Еще опустите голос. Наташа. Наташа. Я пришла на программу «Давай поженимся». Грубо не могу сказать. Скажите, я пришла. Я пришла. Я пришла на программу «Давай поженимся». Давай поженимся. Потому что я взрослая женщина. Потому что я взрослая женщина. Я взрослая женщина. Взрослая женщина. Я хочу, чтобы мне помогли. Я очень хочу, чтобы мне помогли найти достойную пару. Я хочу. Я хочу, чтобы мне помогли. На еще ниже немножко. Помогли. 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 Найти достойную пару. Найти достойную пару. Да? Вот прямо с этого начинаем. Опустите голос. Мужчины, понимаете, есть девочки, а есть взрослые тети, которые ведут себя как девочки. Это их пугает. Поняла. Все. Вы вот этот свой инфантилизм, когда вы терпели 22 года, 22, оставьте в прошлой жизни. Я старалась. Я старалась. Я старалась. Не я старалась. Вы же не Буратино. Я старалась. Я старалась. Все вот здесь. Диафрагма, да? У вас все получится. Ну, вообще, Лариса, конечно, правильно ее на рельсы ставит. Потому что пищать это хорошо, а как-то ощущать себя надо поувереннее. Все идет от физики первоначально. От вашей пластики, от вашего голоса, от вашего взгляда. Есть ли покой в ваших движениях? Вы же взрослая женщина. Просто в это поверьте. Чего хотите? Я хочу, чтобы моя вторая половинка, так как у меня пошел, вчера у меня закончился один отрезок жизни, сегодня у меня начался новый отрезок жизни, и я хочу, чтобы моя вторая половинка, он будет просто счастлив со мной, потому что у меня замечательный характер, я очень сильная, очень сильная, волевая, потому что я... Вот смотрите, сразу хочу сказать, Татьяна, половинки срастаются, когда кожа молодая, понимаете? Когда иона, она очень юны, тогда они прирастают, потому что... Ничего страшного. Да, да. Уже в вашем возрасте, под 60, и мужчина, который будет такого же возраста, а то и старше, под 70, да, уже прирасти невозможно. Но можно очень комфортно существовать друг с другом. Поэтому мы сейчас вот это вот про прорастание друг в друга, про половину, мы сейчас отбрасываем, рассуждаем как взрослая женщина, вам должно быть с ним комфортнее, чем одной, правильно? Поэтому должны быть минимальные требования, но требования должны быть адекватные и такие, реальные, да, чтобы мы могли и пытать, и требовать, и чтобы вам это подошло. Поэтому, вот прямо по большому счету, где будете жить, ну это вот Роза, на что будете жить, хотите ли работать, где будут ваши дети, у вас внуков еще нет? Есть, у меня все есть. Сколько внуков? Двое. Двое внуков, как часто вы с ними встречаетесь? Вот просто на эти вопросы вы должны будете ответить. Потому что для мужчин это немаловажно. Какая вы хозяйка? То, что вы хотите любви? Давайте глянем. Давайте глянем. Что у нее есть и какая хозяйка? Остались последние километры. И вот она уже здесь, 42 километра позади. Дорогие мои ведущие, дорогие мои мужчины, я сейчас нахожусь в своей квартире. Это моя кровать. Я ее очень люблю. Пожалуйста, место свободное. Мой мужчина, я жду тебя. Пройдем дальше. Здесь это уход. Здесь мой любимый будущий муж будет пользоваться всей косметикой красоты. Я очень люблю красный цвет, потому что я очень эмоциональный человек. Здесь мы будем вместе творить чудеса. Очень благоустроенно, очень со вкусом сделано. То, что она правильно говорит, красный цвет – это эмоциональность. Это видно, что она в принципе очень живая. Живая. Вы выглядите восхитительно для своих лет. После травмы, потом, если вы ничего не делали с собой, если вы ничего себе не отстригали, то вы просто, ну, на зависть. И сложены вы. И морщины все шевелятся. А вы, а вы это, Роза, досталось! Что ты как вошь на одном месте? Что ты искрутилась вся? Что с тобой происходит? Что такое? Прям пляска святого вица. Что с тобой? Я разговариваю, ты все время, у меня вот здесь вот перед глазами что такое? Бориса, сама уж теперь не рада. Хочу традиции ввести в нашу программу. Вот ты измучилась вся, понимаешь это? Понимаешь? Господи, Боже мой. Есть такая история, да, вот стащила у невесты веник, а там положено, когда у нас... Просто выбесила, я могла предупредить. А тогда, как я предупрежу, тогда сговора не будет. Там идея-то в чем, у нас сговор идет, значит, чтобы у нас он прошел, невеста у нас сама, понимаешь, видишь же, какая там у нее... Девочки, вы все втроем, в красном, я понимаю, что у всех у вас одно на уме, поцелуи и мужики, но... Сбака должна сидеть на венике, чтобы сговор удачно прошел, понимаешь? Я не угадала, что, наверное, хорошо... А можно иногда ты будешь на этом веньке улетать куда-нибудь, нет? Понимаешь, ну что, издержки работы, а что делать? Вот что не сделаешь ради того, чтобы это... Господи, боже мой, ну, думаешь, что ты замуж вышла? А я и хотел читать стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу». Так, а сейчас что-то хочешь едете читать? А сейчас я думаю, постанцуем вальше все. Вот вопрос меня беспокоит. У вас неплохое жилье, скажем так. Только выплатила ипотеку. И все время вы говорите, вот тут мужчина будет там думать, вот тут лежать. Значит, вы к себе мужчину пустите. Значит, у него, как я понимаю, ну, жилье не должно быть, так за на кое оно, если вы к себе приглашаете. Правильно? Почему? Профессия должна быть такая, где будет везде, собственно говоря, применимо. Ну, водитель, что нам там не хватает. У вас общественный транспорт есть, может быть, автослесарь, я не знаю, маляра и так далее. Пойдут такие? Пойдут. Очень хорошо. Значит, правильно. Вот я всем говорю, говорю невестам, не слышат, возрастным я имею в виду. Значит, справку обязательно спрашиваем. Вам не нужен мужчина, у которого сахарный диабет. Нет, извините, пожалуйста, никого не хочу обидеть. Правильно? Пахнет он. Ну, что, что поделаешь? Очень тяжелое заболевание, еще подагра тоже очень тяжелое. Вот. Значит, мы должны на справку о диспансеризации. Плюс вам все-таки достаточно будет, чтобы он вас хорошо целовал, или чтобы у него еще там функционировало? Вы знаете, Розочка, дело в том, что я 17 лет не замужем. И как по гороскопу мне, Лариса, не разрешает говорить, по гороскопу, на меня, у меня, на меня идут все слабые мужчины. Мужчина был у вас, секс был? Рассказываю. Слабые мужчины. А если слабые мужчины, они считают, что... А секс со слабым мужчином был? Да, но они все импотенты. То есть на меня кидаются все мужчины импотенты. И поэтому табу, женатых мужчин я вообще органически не знаю. Ну, важно, не табу. Сумплинировалась все вот в этом. Потому что я сразу говорю, вы женаты, извините, живите с женой. Я не люблю женатых мужчин, потому что деньги, и все вы несете своей жене. Она правильно говорит, она не хочет ни импотентов, она хочет нормального мужчины, который будет относиться нормально. Я скажу, вот как физиолог, я преподавала все-таки много лет анатомию физиологии, я хочу сказать, что если у женщины молодой муж, это не говорит о том, что он такой сексуальный. Это говорит о том, что у него с потенцией проблемы. Это я вам точно говорю. И не надо завидовать. А вы это, вот это вот... У многих так, да. Не надо завидовать. Потому что вот ко мне, может вы даже скажете, Тамара, что меня любят мужчины слабые. Да, но у меня вот лично был муж моложе на 10 лет, и проблем с потенцией естественные. Нет, не у всех, а вот мой знак, Тамара, мой знак, водолея. Давайте по Тамарочку послушаем теперь. Вот такая физиология у мужчин. Татьяна, это такая типичная история, когда водолей живет со скорпионом. Я знаю таких браков миллион. Скорпион все время говорит, отвали от меня и испытывает водолей. А водолей возвращается и пытается заслужить любовь. Ну, жизнь, он закончил плохо. Три жены после меня еще было. Ни одна не справилась. Замолчишь ты! Я хочу сказать... Господи! Я стала! Я хочу сказать о вас. Вы... Вам обязательно нужно говорить с партнером, правильно? Вы любите говорить, вы любите общаться. И иногда даже вот поцелуйчики и секс не самое главное. Хоть вы и говорите об этом много. В основном это разговоры. Но я хочу сказать, что, конечно, вас видят светлого человека. Поэтому к вам притягиваются слабые мужчины. Слабые, только слабые, Лариса. Они хотят напиться из вашего детского образа. Они думают, что вы очень податливый и в то же время сильный человек. И сделают с вами все, что угодно. И также думают те, кто гораздо сильнее. Помните, что вы не Буратино. И вперед! Знакомьтесь с первым женихом. Удачи! Спасибо! Спасибо! Здравствуйте, Татьяна. Я Сергей. Сочетание имен Татьяны и Сергея. Ну просто великолепно. Давайте знакомиться. Очень приятно. Сергей. 61 год. Капитан первого ранга в отставке. Имеет награду заслуженного военного специалиста. Сергей принял решение развестись с женой после того, как она в очередной раз решила уехать на отдых без него. Надеется, что Татьяна не отпустит его от себя ни на шаг. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Послушайте, ну к нам не часто заходят капитаны первого ранга. Для нас это огромная честь, я вам скажу. Просто приятно, приятно. Дамы, ну для меня тоже большая честь. Так что судьба дала нам возможность увидеться. И в знак признательности маленькие сувениры. Спасибо. Спасибо. Дочка раскрасавица. Просто замужем? Нет. Сколько вам лет? 27. Ой, спасибо. А платьица у вас в сочетании белое с серым горох? Ну, восхитительно. Не волнуйся, милый, садись. Настоящий полковник. Да. Капитан первого ранга это практически полковник. А почему не хотела с вами ваша жена отдыхать? Вы знаете, сейчас что толку? Мы вот с детьми поговорили при подготовке к передаче. Ну, чувак, полоскать грязное белье. Послушайте, ну у нас... Лучше мне все равно от этого не будет. Смотрите, нет. Сергей, я тоже не из праздного любопытства задаю такие вопросы. Если мы не узнаем что-то из вашего прошлого, как мы будем советовать и о чем мы будем разговаривать? Поэтому, ну, только... Ну, дело все в простое, потому что в это время я еще находился на службе. Был ограничение по выезду за рубеж. Ну, и так получилось, что не мог выезжать. Это нормальный мужчина. Я считаю так. Чем больше полоскаешь старого, тем хуже бывает в новом. А как вы считаете, в тот момент, когда она уезжала, ни никого у нее не заводилось? У меня нет такой информации. Ой, а вы в это время, когда она уезжала? Кто-то появился, да, естественно? Ну, как вам сказать? Конечно, так, чтобы на постоянной основе, конечно, нет. А что вы так переживаете? Природа не терпит пустоты. Да, это так. Мужчина с женщиной должны быть вместе. Уехать – это как немножко умереть. Невозможно. Не верю я, понимаете, в эти расстояния сорокалетние, когда любовь и преданность. Ну, это же не литература, это жизнь. И она знала о ваших похождениях? Ну, я думаю, что у нее интуиция, конечно, срабатывала. Но она допрос с пристрастием устраивала или нет? Да, периодически. Сознавались? Она очень ревнивая. А вы сознавались? Нет, конечно. Ну, и решили расстаться через сколько лет? Через 33. Через 33? Дети выросли, понимаете, получилось так, что совместных интересов практически не осталось. А мучиться оно зачем? Просто люди живут ради детей, понимаешь? Чтобы их поднять, чтобы... Не, ну, можно же и в росте, они маленькие еще, понимаешь? А можно я с Надеждой поговорю? Надя, у меня первый раз за 19 лет с Игорем случился совершенно недавно конфликт. Прямо такой серьезный. Вот прямо до развода, без всякого кокетства. Потому что я закусила у дела, я человек тяжелый в этом смысле. Я сама не позволяю и не допускаю. И мои дети встали на сторону Игоря. Они мне просто вот поставили условия. Если что-то такое я сотворю, то они останутся с Игорем, они уйдут, и вообще плохая мамка. Хотя понимали, что виноват Игорь? Вы вот когда поняли, что ваша мама с папой прожили 33 года, для вас это привычная среда, где вам всегда было хорошо, среда комфорта. Вы не пытались их свести и сказать, вы сошли с ума, что вы делаете, смешите людей на старости лет? Взрослые все люди. И все живут в своей жизни. То есть не стали участвовать, да? Он правильно сделал то, что пришел с дочкой, потому что живут все равно вместе, или рядышком, или помогают друг другу. Но дочь поддерживает его здесь. А вы с мамой живете, или отдельно уже, да? То есть у мамы осталось... Да, мы трехкомнатную квартиру, получился достаточно интересный вариант. Мою долю выкупили, я выехал, без ипотечного рабства купил себе однокомнатную квартиру. То есть у вас есть где жить? У меня есть где жить, это проблем нет. У него и дачка есть, 8 соток, и квартирка есть, и машина неплохая. Достаточно интересный человек, и приятно пообщаться. И с таким голосом? С тонким? Вот с голосом я бы Ларису поддержал. Я буду стараться теперь. Спасибо, Лариса, вам. У вас есть три бонуса. Помните о них? Свидание наедине, скелет в шкафу, семейная тайна, либо традиция. Ну давайте скелет в шкаф попробуем. Значит, нравитесь. Правда, правда. Я боюсь этих скелетов. Просто... Дорожный знак. Это знак «Уступи дорогу». «Уступи дорогу». К сожалению, в судьбе так было угодно сделать, что в 2009 году я не заметил этого знака, и на перекрестке нас перекрестило. Один выжил, другой нет. И вы избежали наказания? Ну я не избежал, было следствие, был суд, но в соответствии с нормами можно, поскольку и та сторона не была заинтересована сажать меня в тюрьму, я загладил вред. Я сам в свое время водителем был, и во всякие ситуации попадаешь. И вот после того, когда кто-то погибнет, очень сложно это все переварить, и, допустим, дальше опять машину водить. Сюрприз приготовили? Ну, приготовил. Я знаю, что Татьяна педагог, и, может быть, вы сможете провести инструктивно-методическое занятие тур вальса. Замечательно. Не пищи. С удовольствием. Танцем я не обучалась. Танцем я не обучалась. Вы просто кому идите куда идти? Вы вальше хотите танцевать? Да. А мы пытаемся вальше на палате. Отлично. Спасибо. Хороший, очень сервис. Я вам благодарю. Спасибо. Дотанцуем уже до конца. Хорошо. Самое главное не свалиться тут. Ну, это вообще-то особо-то и не вальс, а просто обычный танец. Так-то и я умею танцевать. Спасибо. Ой, Сереж, хотел сказать, вы с сахарным диабетом не предрасположены? Я прохожу диспансеризацию периодически. Спасибо. Проходите в свою комнату и спасибо за цветочки. Кстати, с традицией веником не только будут шарахать нашу невесту, а такая традиция была. Кого сваха три раза веником ударит при сговоре, тот, значит, тому и приглянулась невеста. Наташа, я сегодня, в общем-то, не буду еще говорить о веником буду. Очень понравился. Девчонки, но он интересный. Роза, тебе понравилось, Сергей? Я бы добавила еще, то, что вы стариться будете достойно и безбедно, Скажи, к нам многие мужчины в этом возрасте приходили, которые не рассказывали бы, что они живут с женой по-прежнему в комнате в коммуналке, вот уже 40 лет разведясь. Пришел человек, который рассказал, потом, послушайте, капитан первого ранга. Широкий кругозор, есть что поговорить. Объездил весь мир. С внуками все есть, о чем поговорить. Не надо судиться с детьми, которые проклинают папу и ненавидят. Зато у меня платье красивое. А кто его выбрал? У меня все платья красивые. Да я не сомневаюсь. Кто тебе сказал вот его? Ну хорошо. Действительно потрясающе интересный человек. Это близнец, Меркурий в близнецах, и с этим человеком всегда будет о чем поговорить. Он наполненный, он невероятно интересный. Ему нужен в браке водолей. Такой тип очень подходит, как вы. У вас прекрасная физическая совместимость. Я почувствовала, я с ним потанцевала, все знаю. Он в душе ребенок, он в душе ребенок. Хотя ему 61 год, но он ребенок. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо, все же сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентин. Я буду рад с вами познакомиться. И показать, что не все молодые и не все старые импотенты. Вы меня поразили. Спасибо. Валентин, 46 лет, фотограф, мечтает открыть свою фотостудию. Предупреждает, что будущая избранница не должна ревновать его к моделям. Как только жена Валентины поднялась по карьерной лестнице, сразу начала ему изменять. Надеется, что Татьяна станет ему достойной спутницей жизни. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Я рад попасть к вам, поговорить и подумать. Угадал. У нас букет намного лучше. Ну, надеюсь, не только букет. Скажите, пожалуйста, до того, как ваша жена стала взлетать по карьерной лестнице, она была преданной, верной, любящей, нежной? Да, все было прекрасно, даже об этом и не задумывались. Детей родили? Да. А потом что? Ну, не зря говорят про людей, что хочешь узнать человека, дай власти деньги и увидишь, кто он такой. Ну, если он дурак, он станет еще дурнее при власти. А если он нормальный, он станет еще более нормальным, щедрым, мне кажется. Да, но тут получилось по-другому. Тут просто дали понять, что теперь директор, теперь имеет больше всего. Ну, хорошо, а помочь вам, наоборот, имея какие-то возможности, любимому мужчине, почему нет? Ты был не просто любим, мужу? Крутальный такой, красивый мужчина. Ну, да, это достойный, ну, мне даже странно, что он до сих пор один. Хорошо, вас не смущает разница в возрасте? Одиннадцать лет. Скажем так, разница в возрасте, это понятие растяжимое. Человек может быть намного моложе, но по общению и мыслям намного старше. Валентин, а вам, давайте прообраз мысли оставим. Вы спать будете, вот, вы же не на один день же этот, вы же видите, пришли, правильно? Ну, смотрите, если бы мне не сказали, Роза, честно, что у Татьяны и Валентины одиннадцати лет от разницы в возрасте, я бы никогда не подумала. То есть Валентин не смотрится моложе, и Татьяна не смотрится старше. Потому что мужчина неухоженный, сразу видно, женщина нет. А пришел бы он сейчас, вот, как франк, разодетый, сразу бы ему сказали, женщина есть, понимаешь? Здесь про другое. Через пять лет вы будете, ну, если сладится, конечно, да, а он будет спать уже с женщиной, которая на седьмом десятке. Вас это не будет? Ну, через пять лет и Валентину не будет сорок. Если я сразу подумал, что он, ну, выглядит на тридцать семь. А тут, говорят, еще не может быть. Вот когда вы будете выглядеть на тридцать семь, тогда начнете думать, кто рядом с вами. Поэтому не улучшайте мужчину. Пусть ходит, как ходит. Ну, женщина замечательная, с красивыми глазами, образ. Да, а у него что эта серьга означает? Я согласен с ним, что женщина, как бы... Что в ухе серьга-то означает? Это я не знаю, Серега. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция, либо тайна. Ну, давайте свидание наедине. Давайте, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, говорите ниже. Проходите. Не получается. Это сцепы. Когда вы говорите ниже, вы вибрируете, вибрация происходит. Продолжение следует. АПЛОДИСМЕНТЫ Брак – это вообще семейный знак, я хочу сказать. При хорошей жене вы прям замечательны. Вы тогда раскрываетесь, вы такой... Тогда все делаете. И ураки, они спортивные. И у вас... АПЛОДИСМЕНТЫ Вы фотографией занимаетесь. Да. Ну, вы просто таланты. В чем, чем бы вы ни занимались, прям вы капитально хорошие. Хоть охота, хоть рыбная ловля, хоть плавание, хоть фотография. Все еще зависит от того, кто тобой руководит и кто возле тебя. Да, правильно. Если человек рядом с тобой, и он уважает, чем ты занимаешься, это намного лучше, и ты начинаешь работать лучше, и дома все хорошо. Так, теперь мне нужно подготовиться к вашему небольшому сюрпризу. За это мне нужно одну минуту. Хорошо, я пойду. Вот главное, чтобы мужик вот это. А то вот... Меня, знаешь, сейчас Валентина смущает? Что она его приведет в порядок, а он найдет ее на мой бы. Это будет предатель. А то... А домик. Да? Да. Это моя беда, поэтому я теперь больше уже не занимаюсь такой ерундец. Мы, слушайте, тут говорили, вот если с Валентином выйдете, приведете его в порядок, зубы ему сделаете, пострижете, нарядите, есть такая маза, что, может, на молодую, на какую-то там. Поэтому особо не суетитесь. Пока зубы не выпадут, там, что надо содержать, а это денег стоит. Поэтому особо не вкладывайтесь в молодых. Я согласна полностью. Да, а то приведете в порядок для кого-то, внушите ему, что он прекрасен. Моя сейчас мечта, наоборот, два раза в год ездить в санаторий, заботиться начать о себе, потому что, действительно, мужчины все моего возраста... Ой, тогда замуж не надо, потому что заботиться о себе можно только, когда ты точно знаешь, из-за мне не надо завтрак, обед и ужин, постирать, погладить, убраться, ждать с работы. Это тогда вам не замуж. Вот у меня девочка же молоденькая, прям под возраст, Валентина. Ему 46. Ну и нормально. Ей 57. Ну и хорошо. Сейчас это модно. Он Галкин с Пугачевой. Сюрпизы бывают разные, и чтобы показать свое отношение, легче показать биение своего сердца. Но для этого придется постараться немножко вам. Легко сказать, если я буду танцевать, вы будете видеть то, что я танцую, значит, сердце бьется из-за танца. Тогда придется танцевать вам, и вы увидите, как я буду реагировать на ваш танец. Боже мой, я никогда не танцевала. Слушай, он сейчас нам это, 130. Я сейчас могу встать. Да. Может, может, еще есть порох в пороховницах. Опа. Все, 137. Нам здесь не нужен инсульт. Спасибо вам огромное. Спасибо, Валентин. Проходите в комнату. Молодец, он это самое, застал невесту подвигаться. Мы хоть посмотрели на нее, как бы, со стороны, понимаешь? Ой, у меня прямо не терпится вопрос. Что вы сказали, я не расслышала перед сюрпризом, что Наташа, он больше подходит по возрасту? Да. Какая подруга замечательная. Да. То есть вы не замужем? Нет, не замужем. Я прям... А вам сколько лет? 44. 44. Действительно. Да. Прекрасно. То есть вот вы еще и такая подруга прекрасная, заботливая. Я очень добрый человек. Я видела, что вам понравился, Валентин. Зачем же отдавать? Так он хорошенький, он высокий. Потому что это еще одна ситуация, как скорпион тянется к Водолею, так к Водолею тянется к Краку. А потом ты говорила сама, что Водолееву выглядит моложаво, долго очень. Да, долго, потому что это воздух. Тамара, а какие знаки старятся быстрее всего? Никакие, ну вот воздух, земля, какая стихия? Кто выглядит старше своих лет? Наверное, земля и вообще знаки зрелости пытаются сразу казаться людьми... А знаки зрелости... Это начиная со льва. Вот это лев, дева, весы и скорпион. А вот знаки старости, как раз, они с возрастом становятся моложе. А это кто, знаки старости? Это стрелец, это козерог, это Водолей, это рыба. Она не выглядит на свои года. Ни душой, ни телом. Да, спасибо. У вас еще есть один жених, проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Надеюсь, что произвели на вас хорошее впечатление. Вы сейчас произвели хорошее впечатление. Сергей, 46 лет. В прошлом водитель «Газели». Сейчас исполнитель авторских песен. Предупреждает, что обожает целоваться. После 17 лет брака жена Сергея заставила его сделать выбор между музыкой и семейной жизнью. Надеется, что Татьяна поймет его творческую натуру. Здравствуйте, Сергей. Безусловно, шрамы мужчин украшают. Но все-таки хотелось бы узнать происхождение вашего шрама. Ну, шрам — это автоавария в молодости еще была. Давно, да. То есть мне было 23 года где-то. Ну, единственное, конечно, не хотелось бы мне затрагивать эту тему, потому что она... Дела минувших лет. Хорошо. И единственное, только хочу сказать, что после как раз этой травмы я начал заниматься музыкой. Он действительно конкурент, потому что он тоже своим делом занимается и может даже увереннее немножко себя чувствует, чем я. Сколько лет назад развелись? Два года назад. Два года назад. То есть все еще свежо. Да. Сколько детей нажили в браке? Дочка. Дочка. И вот ничего не предвещало, кроме одного. Вы себе работали водителем «Газели». Ну, я сначала работал водителем. Зарабатывали деньги. Были такой мужчина-мужчина. И бизнес у вас был автоавария. Ну да, я сначала работал водителем, потом у меня как бы был небольшой бизнес. Но вот как раз это все и началось, когда три года назад бизнес немножко порушился, пришлось закрыть его. Вы стали петь. Ну, пел я всегда всю жизнь. Да, но это не было вашей основной работой. Вот если мой прекрасный муж с завтрашнего дня уйдет в творчество, станет вдруг ведущим или какой-то звездой, я даже не буду разбираться. Я разведусь точно совершенно. Потому что я выходила замуж за совершенно другого человека. Если бы я хотела выйти замуж за артиста, за ведущего и за певца, я бы вышла за него. Но вы нас тоже должны понять? Ну, вот, кстати, музыка тоже как бы поспособствовала тому, что мы разошлись. Конечно же, поклонницы. Поклонницы. Это там звонки, да, и ночные, и отъезды из дома частые. Ну, конечно, может быть, мало уделял жене внимания. Может быть, зарплат кто у вас, да, это все-таки стабильный был там, и деньжат побольше. А тут, знаете, таких поющих, как вы, может, и насмотрелись. И денег никаких, это одно беспокойство для семьи. Что, есть в словах Розы правда? Стали меньше зарабатывать? Ну, конечно. Я думаю, что... Да, мне кажется, нет. Он мне не идет. Не идет? Нет, у него прекрасные волосы, светлые глаза, поставленный голос. Ну, романтичный герой, ей же такой хотелось. Так вы что ж, как это, наш невест, саловаться любите? Ну, а как же. Какая приема. Только не проси сейчас. Невода, слушай, невода. Ясно. А вы разве не любите рост? Я не знаю, как же вы шпатолейки. А я ненавижу. Слюни в слюни. Фу. Роза. Язык можно. Ну, зря вы так. Это же обмен гормонами, гормонами. Язык яку. Я ненавижу так с детства, просто. Я просто ненавижу. Вы как вот Джолида Джоли красивенький. Нет, ненавижу. Только с детьми. Мы просто вас поцеловать надо. Не люблю. Никогда не любила. Особенность такая. Вот не люблю целоваться. Все что угодно. Целоваться не люблю. У меня есть другие органы для этого. Пусть туда целуют. Хорошо. Вас не смущает разница в возрасте? В принципе, нет. Женщина в возрасте прекрасна. Особенно глаза. Вот истинное глаголите. Да, для вас, как для музыканта, важен тембр голоса? Да. Скажите. Нет, вот ваш голос, ненавижу, нет. Нет, в никаком случае. Ему нравится ваш голос. Все. Тогда у вас остался один бонус. Семейная традиция или тайна. Есть ли такова? Есть, да. Расскажите, поделитесь. Да, есть. У нас семейная традиция в семье. И три или четыре даже поколения. Вот есть такая икона у нас, которая передается по наследству. И в советские времена сохранили? Да, да, эта икона сохранили. Николай Чудотворец, да? Да, да, да. Вот. И с ней венчалось три или четыре даже поколения. Что, какая традиция прекрасная. Господи, спасибо. Внешне нормальный, шикарный мужчина. Вот, в принципе, наверное, больше даже во вкусе главной героини. Никогда в любви не знаешь, Где найдешь ее, Где потеряешь. Но о ней всегда мечтают люди. Я искал тебя повсюду, А увидел и поверил в чудо. Понял, что другой такой не будет. Нежная моя, я люблю тебя. Ты такая одна, непонятная и простая, Долгожданная и родная. Он любит целоваться, она любит целоваться. Мы два одиночества нашли друг друга. Ура! Мечты, в которых вместе я и ты Слелись в бескрайнем небе где-то. Я и ты, спасибо, Господи, за это. Спасибо вам огромное, Сергей и Сергей. Проходите в комнату. Вам понравился Сергей? Понравился. Честно, да? Приятный. Он правда очень приятный. Он мягкий, обволакивающий. Согласитесь, вы там были прямо с ним рядышком. Танечка. Голос, тембр красивый. Понравился. Да, понравился. В живую совсем, это не телеэкранен, в живую совсем по-другому женщину смотрится. Да, я даже не ожидал, что она так красиво танцует. Да, то есть она... Даже красивее, чем в предыдущем танцах. А в принципе, что же, имейте право, сколько тех золотых денечков, позажигайте, полюбите, отцелуйтесь, как говорится, сколько нам еще осталось. Я когда понимала, что ты живешь за 17 лет, я не понимаю тех женщин, которые говорили, вот пришел с работы, тапочки, телевизор, опять голос, тапочки, телевизор и диван. Ну, что это такое? Ну, вот деньги. А я говорю, разве вам мало? Давай, и ничего больше не видеть. Возьмите, подойдите, сделайте массаж. Уже для вас вы сидите с двумя детьми, а я на трех работах, пять свиноматок, опоросы. Пять свиноматок, это да, сумачка. Да, боже мой, да вы даже молитесь. Поэтому хотите любить, отлюбите, сколько нас вам еще есть. А я знаю, что ваш вот этот отвратительный бывший муж срывало зло вот как раз на этих свиноматках, на вот этих несчастных животинах. И вы даже с дочерью радовались, потому что вас не будет трогать. Вот он нагоняет... Вот такой типаж, трезвый, замечательный, как выпить непохожий. По двору. Бывают такие. Когда выпьет, дурак он становится. Девочки-красавицы, любушки-головушки. Давайте решать. Наташечка, кого вы советуете своей подруге? Мне очень понравился первый Сергей. Он вызвал доверие, пришел с дочерью. Доча очень понравилась. Видно, что интеллигентные люди, приятная семья. Согласна. Я вас хочу поздравить, Таня. У вас прекрасная подруга. Вам правда не понравился второй жених, которого вот так любезно, ну, согласилась Танечка, вам посватать? Нет? Или подумаете? Роза, кого ты советуешь? А я вот сейчас традицию-то продолжу. Что же я на веньке-то всю программу сидела? Так, я вам сейчас говорить не буду, я вам сейчас покажу. Как работает, в смысле? А вот у нас курочка, а у вас петушок. Надо бы загнать его, их вместе, в хлевушек. Так что я вас выбираю, вас рекомендую. Смотрите, не подведите меня. А тебя, дорогая невестушка, что сказала-то? У них петушок, а у нас курочка. Загнать надо их в хлевушек. Понимаешь? Не подведи меня. Ну, Реза, за тебя. А Лариса за кого? Вот первый Сергей и по возрасту, и по всему. Которому 61 год? Да, которому 61 год. Идеально. Но вы такая прямо в самом соку, и вы хотите от брака другого. Вам хочется мужчину опекать, заботиться. И вы будете радоваться его успехам. Он будет петь, а вы будете сидеть, подперев вот так вот кулачок, как сейчас, и получать от этого удовольствие. Не будете пилить точно. Конечно, в первую очередь, больше всего вам подходит Сергей, которые сегодня были. Первый Сергей – близнец, и последний Сергей – близнец. Но если вдруг Татьяна не выберет первого Сергея, я бы советовала вам пойти к этому человеку, потому что вы такая мужняя жена. А первый вам понравился Сергей? Два близнеца. Который 61 год? Да. Наташа. Наташа, вам понравился? Понравился. Метнись. Значит, у нас… Молчать. Вы сидите, сидите. Нет уж, я дама вошла. У нас еще одна курочка, а вы у нас петушок. Так. Вторая курочка. Так. Не хотите ли в наш хлевушок-то? Мы потом посмотрим. А потом и не будет. Потом и не будет. Она хозяйка, хочет замуж, и она такая вся прямо вот мякушка, и такая прям приятственная, приятственная. Да, она не моего, Роман. Хочет, смотрите. Вот огнянь-ка, а. Почему? Молодая. Эх ты, Эдис. Не бойтесь. Молодая, господи, полежал бы еще. Прямо с телом-то хорошим. Она прямо хочет замуж, и вы ей очень понравились. Да скажите, а вдруг что у вас тут нет? Никто не знает, скажите, никогда никто не знает, где твоя судьба. Замуж у вас никто, и завтра вас никто волоком в ЗАГС не знает. Давай, давай, давай. Вы посмотрите, и потом еще нас отблагодарите. Скоро. Все, я тоже. Хлебушает, хлебушает. Хлебушает. Ну, девочки. Ну, сходим и домой. Как день, хорошо. Совет да любовь, правда. Вот прямо идите туда, куда вас позовет сердце. Мы в любом случае вас поддержим. Димон, Димон пришел, хорошенький. Боровые, а. Может, он действительно хороший товарищ, который действительно хочет сменить свою позицию полностью в жизни. Полностью. Я Альфонсом никогда не был. Скажите, почему? Я вас не оскармливаю. Девочки, на один вопрос мне ответьте, который просто меня вот сейчас выколбашит. Почему Крылов написал про стрекозу, которая в попрыгунье все лето пела, блин? Понимаешь? Почему нет стрекозла? Прекрасно было, понимаете? Вот я предлагаю всем выйти и поддержать Наталью и Татьяну. Танечка, у меня сразили с вами танцы. Вы мне своим голосом. Ой. Ой. Здравствуйте. Очень приятно. Я вас очень хвалила. Вы мне понравились очень, поэтому порекомендовали мне выбрать вас. Ну, давайте посмотрим. У нас есть две пары. Наталья и Сергей, и Татьяна и Сергей. Я очень этому рада. Если вы одиноки, или вам понравился какой-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Рада за вас очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!